Звездные возлюбленные Я прошу всех вас, кто по-настоящему любит друг друга, помолиться о том, чтобы в седьмой день седьмого месяца стояла хорошая погода. Ради терпения и ради прекрасной любви молитесь и просите, чтобы в эту ночь не было ни дождя, ни града, ни облаков, ни грома, ни тумана. Послушайте печальную историю о звездных возлюбленных и помолитесь за них. Дева Ткачиха была дочерью Бога Света. Она жила на берегу Млечного Пути, яркой небесной реки. Весь день она сидела за ткацким станком и трудилась, делая яркие одежды для богов. Основа и уток час за часом росла разноцветная ткань и, наконец, ложилась с кладками у ее ног. Но она никогда не переставала работать, потому что боялась. Она слышала предсказания. Горе, вечное горе грозит Деве Ткачихе, если она отойдет от ткацкого станка. Она работала и работала, и у всех богов всегда была в достали одежде. Но вот сама она, бедняжка, одевалась как попало. Она не обращала внимания ни на свои одеяния, ни на драгоценности, которые дарил отец. Она ходила босиком и распускала свои длинные волосы. Время от времени какой-нибудь локон падал на ткацкий станок, и она закидывала его назад за плечо. Она не играла с детьми неба и не предавалась увеселениям с небесными юношами и девушками. Она не любила и не плакала, она не чувствовала ни радости, ни жалости. Она сидела и ткала, ткала и вплетала само свое существо в многоцветные ткани. Ее отец, бог света, в конце концов разгнялся и сказал ей, — Дочь моя, ты слишком много сидишь за ткацким станком. — Это мой долг, — ответила она. — В твоем возрасте уже говоришь о долге, — воскликнул отец. — Черт тебя. — Почему ты недоволен, но отец, — спросила она, не отвлекаясь от щелнока. — Ты что, пенек или камень, или бледный цветок на обочине? — Нет, — ответила она, — ни то, ни другое, ни третье. — Тогда покинь свой ткацкий станок, дитя мое, и живи. Веселись, будь как все остальные. — А почему я должна быть, как все? — спросила она. — Не смей задавать мне вопросы. Пойдем оторвись, наконец, от станка. Она ответила, — Горе, вечное горе грозит девять качихи, если она отойдет от ткацкого станка. — Какая глупость, — воскликнул ее отец, — она ничего не стоит. — Что мы знаем о вечном горе? Мы что, не боги? С этими словами он осторожно отобрал у нее челнок и накрыл ткацкий станок полотнищем. Отец заставил дочь богато одеться, украсил ее одежду драгоценными камнями и надел на голову венок из райских цветов. А в женихе ей отец назначил небесного пастуха, который пас стада на берегах яркой реки. Дева-ткачиха действительно изменилась. Ее глаза блестели, как звезды, а губы стали красными. Она целыми днями пела и танцевала. Она подолгу играла с детьми неба и предавалась веселениям с небесными юношами и девушками. Ее шаги были легкими, на ногах у нее были серебряные башмачки. Ее возлюбленный пастух держал ее за руку. Она смеялась так заразительно, что ее смех подхватывали сами гоги, и по вышним небесам эхом разносились звуки радости. Она была беспечна, не думала ни о долге, ни о новых одеждах, а для богов. Что же касается ткацкого станка, то она не подходила к ему месяцами. «У меня есть своя жизнь, и я буду наслаждаться ею», — говорила она. «Я больше не буду вплетать ее в нити». И пастуха, и возлюбленный сжимал ее в объятиях. Она плакала и улыбалась от счастья, и прятала лицо на его груди. Так она и жила. Но ее отец, бог света, снова разгневался. «Это уже слишком», — сказал он. «Девчонка сошла с ума? Она же станет посмешищем всех небес. Да и кто теперь будет ткать новой весенней одеждой для богов?» Три раза он предупреждал свою дочь. Три раза она тихо смеялась и качала головой. «Ты своей рукой открыл мне дверь», — отец, — говорила она. «И уже никто, ни человек, ни бог не смогут ее закрыть». Тогда отец сказал, «Ты не права, и ты заплатишь за свою неправоту». И он изгнал пастуха навсегда на дальний берег яркой реки. Со всей земли слетелись сороки, расправили крылья и сделали из них шаткий мост через реку. И пастух перешел по этому мосту. И потом сороки и тут же разлетелись обратно по всей земле, и дева ткачиха не смогла последовать за пастуху. Печальнее ее не было никого на всех небесах. Долго-долго она стояла на берегу и протягивала руки к пастуху, который пас своих быков, плач от разлуки. Долго-долго она лежала на песке и рыдала. Долго-долго размышляла, смотря на землю. А потом она встала и пошла к ткацкому станку и отбросила полотно, которым он был накрыт, и взяла в руки челнок. «Вечное горе!» — сказала она. «Вечное горе!» — и она уронила челнок. «Ах!» — простонала она. «Как же больно!» — и опустила голову на ткацкий станок. Но вскоре она сказала. «Но я буду уже не такой, как раньше. Я не любила, не плакала, не чувствовала ни радости, ни жалости. А теперь я люблю и плачу. Я рада, и мне жаль». Слезы текли ручьем из ее глаз. Но она взяла челнок и принялась за работу. Она снова ткала одежды богам. Иногда ткань выходила серой от печали, иногда красочной, как мечта. Боги охотно носили странное убранство. Отец девы-ткачихи, бог света, наконец-то остался доволен. «Вот ты, моя добрая, прилежная дочь», — сказал он. «Теперь ты тиха и счастлива». «Я тиха из-за темного отчаяния», — ответила она. «Счастлива? Печаль на меня нет никого на небесах». «Прости», — сказал бог света, — «что же мне сделать?» «Перни мне моего любимого». «Нет, дитя мое, этого я сделать не могу. Он изгнано навсегда указом бога, и такой указ невозможно нарушить». «Я так и думала», — сказала она. «Но кое-что я могу сделать. Послушай, в седьмой день седьмого месяца я созову сорок со всей земли, и они снова станут мостом над яркой небесной рекой, и дева-ткачиха сможет дойти по нему до пастуха, который ждет на дальнем берегу». Так и вышло. В седьмой день седьмого месяца отовсюду слетелись сороки, расправили крылья и сделали из них шаткий мост через реку. И дева-ткачиха перешла по этому мосту. Ее глаза светились, как звезды, а сердце трепетало в груди, как птица. И пастух встретил ее на дальнем берегу. Так оно и происходит до сих пор, у истинно влюбленные. В седьмой день седьмого месяца эти двое встречаются. Но если идет дождь с громом, тучами и градом, то яркая небесная река становится широкой и бурной, и сороки не могут сделать мост для девы-ткачихи. Увы, этому печальному времени. Так что, настоящие влюбленные, молите богов о хорошей погоне.